Девушки отдыхают Девушки отдыхают Все, что мог Придурок Не хочешь по-плохому По-хорошему будет Девушки отдыхают 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 Местные пацанчики решили устроить здесь небольшую разборку. Все по-честному, пятеро на одного. Жесткие нравы в этом райончике. Только их, похоже, опередили, и разборка отложилась на неопределенное время. Один из опередивших лагунов Василий Игоревич. Нас интересуют только те, кто ушел отсюда своими ногами. Судя по документам, машинка-то убитого. Видимо, он неплохо зарабатывал. Ключи от машины пропали. Погибшему 29 лет. Полгода назад он женился на Людмиле Чашниковой. И они вместе воспитывают его сына от первого брака. Как зовут? Сколько лет? Зовут Савелий 10 лет. А что с его матерью? Год назад Полина Лагунова разбилась на мотоцикле. Не справилась с управлением. Ну, я смотрю, Лагунов недолго горевал. Похоже, вторая жена очень хваткая девица. А сразу после свадьбы Лагунова переехали в новую квартиру. Не поняла. Ну, у Василия была большая квартира не для квад-центра, двухкомнатная. А Лагунова переехали в еще большую, ближе к окраине. Теперь поняла. Новая квартира стала совместно нажитым имуществом. Я думаю, что Людмила Константиновна главный подозреваемый. Людмила Константиновна, пойдемте со мной. Я с ребенком. Некому оставить. Я понимаю. А ему лучше подождать вот здесь? Пойдем. У нас есть краски, карандаши. Тебе принести чего-нибудь? Нет, спасибо. У нас свои развлечения. Савушка, я сейчас схожу с тетей на несколько минут и вернусь, хорошо? Можем идти. Карты у нас любимая игрушка. Савва очень хорошо считает. Просто гениально. Наверное, математика любимый предмет? Не совсем. Савва у нас в педшколе учится. Он имеет некоторые... Особенности. Ну да, математика для него это сложение, вычитание, умножение, деление. Но все, что вне счета, он не воспринимает. Сюда, пожалуйста. Валь, можно в тебе? Со мной жена погибшего. Проходите. Мои соболезнования. Да. Это Вася. Так и знала, что что-то случилось. Вот как? Да, он прислал мне СМС-ку. Срочно приезжай на водолаза Кротова, 18, вопрос жизни и смерти. А что там произошло? Я приехала на этого водолаза, но Васи там не было. А телефон? Выключен. Вообще в сети не появлялся. Юль. Извини, пожалуйста, давайте выйдем. Да. А кем работал ваш муж? Монтажником антенн для спутникового телевидения. А раньше художником был. Я с ним познакомилась, когда татушку пришла набивать. Ого. Красиво. Да. Вася снова хотел татуировками заниматься. Когда в больнице лежал, целую кучу эскизов нарисовал. Вот я же говорила, что он этим может часами заниматься. Монтажником, наверное, хорошо платит. Что? Да нет, какой там. Копейки. А откуда же у Василия Игоревича деньги на дорогую машину? А, ну, это, наверное... Я не знаю. Я не спрашивала. Хотите кофе? Угу. Пойдемте. Лугунов застрелен из гладкоствольного оружия. У него множество переломов, примерно двухмесячной давности. Сломаны два ребра, локтевая и лучевая кость, а также сломаны два пальца. На правой руке. Похоже, два месяца назад его кто-то здорово избил. Известно кто. Дружки его бывшие. Приятели, будь они неладные. Они его битой отлупили. Кто же эти страшные люди? Скинхед. Вася сам раньше был с кином, только решил бросить всю эту фигню. А приятели его? Вася рассказывал, у них вход рубль, а выход два. И заявление он писать не стал. Нет, сказал, сам разберется. Юль, можно на пару слов? Юль, на минутку, извините. Пока не забыл. Похоже, Лугунов разобрался с бывшими кентами. Когда? Я не знаю, но у него на одежде следы чужой мужской крови. Это ты только что услышал. Значит, пришел рассказать о чем-то другом, так? Я пробил эту вдовушку. Людмила Лугунова месяц назад подала заявление об изнасиловании. Ничего себе. Спасибо, Андрей, за ценную информацию. Может, тебе чем-то помочь? Да нет, не надо. Свои люди сочтепь. Зачем же мне помогать? Конечно, мне не нужно помогать. Андрей, ты хорошо себя чувствуешь? Не дождетесь. А что? Ты сам с тобой разговариваешь. Не обращай внимания, это аутотренинг. Как выжить в бездушном коллективе? Займись, получи аутотренингом, а с этим телефоном вдовы. И бездушный коллектив скажет тебе спасибо. Большое бездушное спасибо. Они подкараулили меня в подъезде. Затащили в нашу же квартиру. А там... Вы запомнили хоть кого-нибудь из них? Нет. Да я даже не уверена, что их было трое. Они мне на голову мешок натянули. Я ничего не видела. А биологические следы... Ну, должно же было хоть что-то остаться. После... После того, как все закончилось, они закинули меня в ванну. Вы думаете, это тоже бывшие дружки вашего мужа? Ну, а кто еще? Они мстят ему за то, что он отошел от дел. Для них это предательство. Вы знаете, почему мы переехали? Не знаю. Вася давно перестал ходить на их сборище. Но разрешал у нас хранить какие-то вещи. Что за вещи? Не знаю. Сумки, рюкзаки. Я внутрь не заглядывала. Мне жить не надоело. Но... Вася сказал, что в тюрьму не хочет. И послал их лесом. А они на это что? Разгромили его салон, в котором он татушки набивал. Это была комнатка в парикмахерской. Камня на камне от него не оставили. Вы хотели спрятаться на новой квартире, так? Да. Думали, город большой. Можно затеряться. ФЭС расследует убийство бывшего скинхеда Василия Лагунова. Два месяца назад Лагунов был зверски избит. Нападавших найти не удалось. Супруга убитого, Людмила, утверждает, что это дело рук бывших друзей Василия. Выясняется, что месяц назад сама Людмила была изнасилована. Тату художника это реклама. Нужно, чтобы ты был все время на виду, чтобы о тебе все время говорили. А как он мог пиариться, если везде его отморозки ищут? Поэтому он стал спутниковые тарелки вешать? Похоже, издовой-то погорячилась. Она такая же жертва, как и Лагунов. У нас проблема. Что случилось? Усыновление. Усыновление ребенка от первого брака. Это запрос в поисковой системе на мобильнике вдовы. Хотела усыновить пастника? Молодец. Она, конечно, молодец. Только получается, что ребенка дать мы не имеем права. Юридически вы не имеете к Савелию никакого отношения. Как это не имею? Вы не являетесь его законным представителем. Вы ему никто. Что, вы его в детдом отдадите? Нет. У него есть родной дед. Это отец матери Савелии. Мы отправили за ним машину. Но как же я? Вы должны оформить документы в соцзащите. Мы можем вам в этом помочь. Вы меня подставили. А теперь предлагаете помощь. Знаете что? Да пошли вы. Холодов выяснил, что Людмила обращалась в венерологическую клинику. Похоже, во время изнасилования ее заразили сифилисом. О, Господи. Так что догони ее и будь с ним помягче. Товарищ полковник, Евгений Семенович Коростылев, дедушка Савелия. Рогозин Галина Николаевна. Что с Савкой? С ним все нормально, а вот с его отцом? С его отцом ему, конечно же, не повезло. Он что, опять во что-то вляпался? Можно и так сказать. Убили его. Странно, что это произошло только сейчас. Я так понимаю, нам надо поговорить? Конечно. Только с внуком поздороваюсь. Пожалуйста. Сава. Деда, а ты где все это время был? А где папа? Люда сказала, что мы едем к папе. А сама куда-то ушла. А деду могут оставить Савелия навсегда? Думаю, да. Ну, если вы... А ничего, что мужчина в одиночку будет воспитывать мальчика? Бабка-то два года назад умерла. А что, в отношениях у деда с внуком было что-то неправильное? Что? Нет. Нет, просто... Ну, я переживаю, что пожилой человек. Мало ли. Людмила Константиновна, мы у Василия не нашли ключи от квартиры. Вы посмотрите, пожалуйста, внимательно. Может быть, пропало чего. Да что смотреть? Вот. Ноутбук исчез. Только зарядка осталась. Моя дочь вышла замуж за Василия, когда ей было всего лишь 16 лет. Из-за беременности? Да. Вот такой она была до встречи с ним. А это их свадьба. Да, она изменилась. Испортил хорошую девочку. Она раньше даже не курила. И у нее не было ни одной татуировки. И залетела она по пьяни. Сколько лет она прожила с Лугуновым? Почти 10. Ну, значит, в нем было что-то, что держало их вместе. Вы знаете, почему разбилась моя дочь? Не справилась с мотоциклом? Полина была пьяна. Это он ее всему научил. А теперь еще один фокус выкинул. Какой? Оставил ребенка сиротой. Ну, что за срочность? Я там задовой разговор разговариваю. Присядь. Я как раз привез материалы про ее изнасилование. Есть подозреваемые? Вообще нет ничего. Биологические жидкости насильника отсутствуют. На теле практически нет гематомы. А это что? Ну, это пара мелких синяков. Когда она их получила? Репродуктивные органы без повреждений. И как все это объяснить? Ну, как? Схватились за руку, приставили нож к горлу. Она боялась за свою жизнь. Вы думаете, Савка нужен Васе на новой жене? Ну, у нас есть сведения, что она собирается его усыновить. Да бог с вами. Ей квартира нужна. Она раньше-то мальчиком не занималась, а в дальнейшем тем более не будет. Разрешите? Да. Товарищ полковник. Евгений Семенович, у нас крайне важное дело. Вы не могли бы подождать? Конечно, я тогда с муком посижу. Из-за дела по борьбе с экстремизмом пришла справка. Василий Лагунов проходил с секретным свидетелем по делу банда скинхедов. Так, давно? Четыре года назад. Его знакомые забили до смерти известного адвоката. Четверо участников получили срок от пяти до девяти лет. В общем, в квартире Лагунова не нашли никаких следов насильника. Ну, а дверные ручки, косяки за что обычно хватаются? Кран в ванной. Ничего. В подъезде? Да там еще хуже. Пока полиция приехала, местная уборщица все тщательно убрала. Говорят, она очень добросовестна. Пойду-ка я посмотрю. Вооруженным взглядом. Лагунов давно был в разработке у отдела по экстремистам. Когда адвоката убили, на него слегка надавили, и он всех сдал. Знаю я, как там умеет слегка надавить. Материал дела его фамилия не появилась. То есть убийство Лагунова не может быть местью за предательство? Девять недель назад одна из осужденных по этому делу, Елизавета Мурашова, была убитая в колонии. Два месяца назад, через несколько дней Лагунова избили. У Мурашовой есть брат Кирилл. Он тоже был скидходом. Я, кажется, догадываюсь, как бывшие друзья нашли Василия. Пойдем? Взгляните, вы когда-нибудь видели этого человека? Два месяца назад. Это бывший Васькин приятель. Он приходил ко мне домой. Зачем? Фотографию какой-то девки показал. Просил Ваське передать. Чего ты мне лечишь, а? Из-за твоего зятя ее убили. Ты выражение-то выбирай, а я тебе в отцы гожусь. Где эта мразь живет? Я сам передам. Еще раз по-русски объясняю. Я с ним не общаюсь вообще никак. Слышишь, я этого урода живьем сожру. А твоему внуку голову нахрен оторву, понял? Ну-ка убрал руки, иначе полицию вызову. Передай этому уроду, чтоб ходил и оглядывался. Я все равно его найду. Сразу после этого я поехал к Ваське домой, на новую квартиру. Зачем? Надо же было предупредить. На него-то мне наплевать, я за внука переживал. А позвонить нельзя? Он телефон сменил. У меня нет его номера. Похоже, вас специально напугали, чтобы вы вывели на Лагунова. За мной проследили? Его из-за меня убили? Вы можете идти, я вас не задерживаю. Пока. Галина Николаевна, он меня обыграл. Я сижу с полной рукой козырей, а он все равно выигрывает. Так не бывает. Мурашов Кирилл Борисович, федеральная экспертная служба. Майор Лисицын. Че надо? Ну так, соскучились по интересным собеседникам. Какого черта, это моя сестра? Мы в курсе. Давай, собирайся, с нами поедешь, побеседуем. Да. По-моему, вы слишком аккуратная хозяйка. У вас очень чисто. Вы мне не верите? По-вашему, я все придумала? Знаете, иногда я верю людям на слово, даже когда с уликами беда. Это что? Деньги. Я вижу, вы всегда деньги под ванной храните? Нет, я даже не знала о них ничего. Наверное, Вася спрятал. Какие к черту скинхеды? Никаких скинхедов уже давно нет. Мы выросли, у нас семьи, бизнес. Ну да. Вы к Коростылеву зачем приходили? Хотел, чтобы он Ваське фотографии Лизы передал. И хотел узнать, как живется человек, из-за которого погибла моя сестра. А с чего вы решили, что это из-за Лугунова ваша сестра погибла? Это он же нас тогда всех сдал, гниды. Земля слухами полнится. Изнасиловать жену Лугунова – идея ваша? Я никого не насиловал. Эта шалава сама от кого-то заразилась, она меня свалить все пытается. Откуда вы знаете, что она заразилась? На пустыре застрелен бывший скинхед Василий Лагунов. Несколько лет назад он проходил секретным свидетелем по делу об убийстве известного адвоката. Одна из участниц того нападения, Лиза Мурашова, недавно была убита в колонии. Подозревают, что оставшиеся на свободе скинхеды избили Василия и изнасиловали его жену. Задержан брат погибшей Лизы – Кирилл. У Кирилла Мурашова алиби. В день изнасилования он был дома. Это могут подтвердить строй свидетелей. Кто такие? Старые друзья еще со скинхедовского прошлого. Григорий Гаврин, Федор Лаврентьев и Артем Шилкин. Им можно доверять? Нет. Но вся компания есть на подъездной камере наблюдения. Изнасилование произошло месяц назад. Записи так долго не хранятся. В тот день у Мурашова кто-то разбил зеркало на машине. И он запросил запись. Как вовремя разбил. Как будто специально себе алиби готовил. Через три часа Кирилл выходит на улицу. И скоро возвращается. А в восемь вечера все уходят. Это, конечно, алиби. Но все же они как-то выходили. Ну а что? Первый этаж ничего сложного. Вошел в окно, вышел в окно. А если бы я на десятом жил? Вы бы сказали, мы летать научились? На записи с подъездной камерой видеонаблюдения вашу машину никто не трогает. И зеркало на месте. Значит, в другом месте разбил. Главное, что запись есть. Вы бы же телефон проверили. А мы проверили уже. Все у меня дома, правда? Мы звонили разным людям. Они нам звонили. Все подтвердят. А ты что, самый умный? А люди, передайте большой привет. От нашей маленькой компании. Андрюша, вот и сейчас, честное слово, очень не вовремя звонишь. Я ненадолго. На деньгах из квартиры Лугунова есть пальчики на Вожилова Аркадия Семеновича. Десять лет назад он был осужден по 159-е за мошенничество. Если он нужен, то... Во время убийства Василия все четверо подозреваемых сидели в кафе. Они постоянно были в поле зрения камеры. Только не говори, что Лугунова они не трогали. И в больницу они ему не отправляли. В день нападения они изделили нам похороны на какого-то знакомого в Гатымск. Не люди, а какие-то ангелы. Точно не ангел, Галина Николаевна. Григорий Гаврин только что прошел курс лечения от сифилиса. На подоконнике квартиры Мурашова есть частицы грунта. Это земля под окнами его квартиры. Он скажет, что лазил в окно накануне обыска. А еще есть следы стирального порошка, которым они посыпали Лугунова. Обычный стиральный порошок, который продается в любом магазине. Они изнасиловали люд, но мы не можем это доказать. Не сможем доказать, посадим за что-нибудь другое. Вот, посмотрите, сколько интересного мы в них нашли. Если б не это дело, мы бы ни за что не обыскивали бы их квартиры. Вот так. Так себе утешение для жертвы насилия. В камеру их. Живей. Все четверо уродов очень плотно сидят на оружейном форуме. Там, кстати, полно бывших скинов. Здесь главное слово «бывших». Ну, вообще-то они и старые дела вспоминают. Активно обсуждают смерть Лиза Мурашовой. Андрюша что-то узнал и опять набивает себе цену. Да. В личном кабинете Кирилла есть удаленная переписка. Человек с ником «Лось» написал, что знает, кто сдал Лизу ментам. Круто, а? «Лось» прислал Мурашова видеозапись. Ну, умерла! Блин, ничего! Надо было всех этих козлов сдать, чтобы все вдукли. Полную запись «Лось» предлагает купить за сто тысяч рублей. Брат согласился? Ну, а ты бы отказалась. Эти дебилы набросились на адвоката и стали на башке у него прыгать. Менты прессанули меня, но я подумал, что мне за этих дебилов здоровье свое тратить? Сдал Мизу. Надо было и брата ее придурочного сдать. Ну, умерла Лиза, и чего? Надо было всех этих козлов сдать, чтобы все сдохли. Обязатель все посланы из общественного вай-фая, но я вспомнил, где видел этот стол. На кухне Лагунова. Людмиле Лагунова – это мужа. На самом деле нужна была только квартира. Она напоила его, записала разговоры и слила Мурашову. Деньги просила, чтобы скрыть настоящий мотив? Угу. Надеялась, что его убьют, а бывшие приятели в качестве наказания саму ее изнасиловали. Вот такая вот ирония. Думаешь, она сама решила убить мужа и подставить его бывших друзей? Так, Лагунова работает консультантно по подбору одежды. Во время убийства она ехала вот в торговый центр на каршеринговой машине. То есть без попутчиков и свидетелей? Стояла в пробке, переписывалась с клиентом. А может быть и не она, а кто-нибудь от ее имени. Галина Николаевна, доставили на Вожилова. Кто это? Его отпечатки были на деньгах из квартиры убитого. Сидела за мошенничество. Отпечатки ваших пальцев, Аркадий Семенович, обнаружены на деньгах в квартире убитого. Давайте еще раз посмотрим на вашего покойника. Давайте. Кое-что припоминаю, но без протокола. С протоколом память напрочь отказывает. Ну что ж, говорите. Значит, сам я давно не играю, но у меня есть помещение. Приходят люди, играют. Я слежу за порядком. Катран, содержите, я правильно понимаю? Ну, в какой-то степени. Так вот, ваш Василий Игоревич регулярно приезжал ко мне с своим сыном. Кто из них играл? Сын. Савилий. А отец следил, чтобы его не обижали. И что же? Хорошо играл? Да я не припомню случая, чтобы он хоть раз остался в минусе. За счет чего же он выигрывает? Понимаете, он каким-то невероятным образом считает карты. Скажу больше, честно выиграть ее практически невозможно. Пацан-гений. Тогда понятно, откуда у Лугунова такая машина. Он нас и не зарабатывал. Похоже, что и мачеха вполне искренне мечтает установить талантливого денежного мальчика. У Савилия были проблемы с кем-нибудь из игроков? Да ну что вы. У меня приличное заведение. Приходят люди, играют по правилам. Больше того, ко мне многие приезжают из других городов. Зачем? Поиграть. Точнее, проиграть необычному мальчику. А вы, значит, всегда в плюсе. Я даже хотел его слозить на гастроли. Никогда не видел, чтобы так играли. Никогда. Галиня Николаевна, я тут думал о чужой крови на одежде убитого. Лугунов тебе писал заявление. Он сам хотел наказать обидчика. Думаешь, он его нашел? Ну тогда это не бывшие его приятели скинхеды. Я думаю, что больничный эскиз татуировок – это и есть его поиски. Как это? Он видел часть татуировки на теле напавшего на него. Хотел восстановить полный рисунок? Да. Позвольте? Да, конечно. Я прогнал эскизы по программе распознавания картинок. И вот нашел на сайте одного тату-салона на Таганке. Похоже? Невероятно. Татуировку с очками и колесами сделал некий Дмитрий Федотов. А кто это? Какое отношение он имеет к Василу Лугунову? Он сейчас сам у него и спросишь. Открытая дверь – плохая примета. Я верю только в черных котов. Ничего святого, у людей нет. Дмитрий Саныч! Это полиция! Погоди. Обрати внимание, в квартире ни одного кота, а он, тем не менее, мертв. Вижу. Но это он, тот, кого мы искали. Говоришь, сам у него спросишь? Погоди. Если хозяин мертв, будем допрашивать его вещи. Спрей. Кровь на ботинках Дмитрия Федотова принадлежит Василию Лугунову. Значит, мы не ошиблись. Лугунов действительно искал избившего его человека по татуировке. У меня только вопрос. Зачем на избиение Федотов надел берца и вставил в них белые шнурки? Так делали скинхеды. Белые шнурки означали участие в драке с убийством или тяжкими телесными повреждениями. Ну, что-то вроде знака отличия. Да, но только так давно никто не делает. Зачем к себе привлекать внимание? Федотов этого не знал. Но хотел, чтобы избиение выглядело, как месть скинхедов за смерть Лизы Мурашовой. Я думаю, что Лугунов тоже это понял. И наверняка заметил татуировку напавшего. А что с ней не так? Ни одному скинхеду в стране не придет в голову набить себе велосипедика. Неопознанная кровь надежды Лугунова принадлежит новому убитому, Дмитрию Федотову. Выходит, нашу лоббичку тоже избил? Не просто избил, он его пытал. На теле у Федотова многочисленные ожоги. Им дней пять-шесть. То есть получены накануне убийства Лугунова? Да, и я думаю, что оставлю на ней примерно вот такой штукой. Вася Лугунов пытался его обидчика, чтобы выяснить им заказчика. Но он не мог убить Федотова. Он был уже мертв. Ну, за это я ручаюсь. Из моего морга ни один труп своими ногами не уходил. Ну и какая связь между нашими трупами? В телефоне Федотова нет никаких пресечений. Если бы Милы Лугунова не сбившими скинхедами. Убитый Дмитрий Федотов регулярно созванивался со своим отцом. А тот общается по телефону с Евгением Коростылевым. А что у них общего? Служили вместе. Я думаю, что Коростылев обратился к сыну армейского друга для того, чтобы тот в образе скинхеда проучил бывшего зятя. А Лугунов выбил из Дмитрия имя заказчика. Соцработник приехал. Здравствуйте. В машине Коростылева следы крови. Евгений Семенович. Одну секунду. Ты проиграла. Гражданин Коростылев? Не надо. Не при ребенке. Савелия там ждет соцработника. Самушка, пойдем я тебя провожу. Пойдем со мной. Деда, а почему? Сава. Деда, я не хочу уходить. Деда, отпустите меня. Сава, давай. Деда, я не хочу уходить. Сава, пойдем. Деда, деда. Пойдем. Я не хочу уходить. Деда, деда, почему? Я хотел, как лучше. Я пришел в больницу к Василию, чтобы подписать документы по внуку. Там была Люда. Его вторая жена? Да. Она увела меня из палаты, но там остался мой сотовый телефон. Что было в телефоне? Номера, по которым я общался в тот день, когда избили Василия. Среди них телефон Димы. Ну да. Он же не мог мне рассказать вам о том, как выполнил заказ. Васька сфотографировал номера, проверил их и через несколько дней пришел ко мне домой. Нашел я твоего наемника. Смотри. Краснелев меня нанял, чтобы я покалечил Василия Лагунова. Зачем? Он хотел узнать у Савелия, где он играет в карты. Краснелев собирает материалы. Он хочет лишить вас родительских прав. Ну, и что ты хочешь? Миллион рублей. И ты больше никогда не будешь искать встреч с моим сыном. Вот. Савелия, это все, что у меня осталось. Ничего у тебя не осталось. Сдохнешь ты один. Как собака. На следующий день мы встретились для передачи денег. Я взял старое ружье и застрелил его. Ноутбук и телефон куда дели? В реке утопил. Мне сказали, что все записи хранятся на каких-то облаках обычно. А вход туда через компьютер. А без него никто ничего не узнает. А Дмитрий Федотов? Васька так запугал его, что тот собрался идти сдаваться. Не хотел я убивать. Честное слово, не хотел. А вы не пробовали поговорить с бывшим зятем? Почему он запрещал вам встречаться с внуком? Мы раньше часто встречались. Я не скрывал своего отношения к нему. Но я помогал материально. А что изменилось? Я на свою голову, своего внука научил играть в карты. А когда парень стал зарабатывать большие деньги, я стал не нужен. Пойдемте. Савку никто не любил. Они на нем только деньги делали. Федя. Федя, иди сюда. О, Федя. Ты от меня тащишь? Да давай, иди сюда, Федя. Федя, слушай меня внимательно. Обещаю, что поможешь. А о чем бы я ни попросила. Блин, да не могу я. Ну, а если ты захочешь взорвать режимный объект? Как ты угадал? Ну, мне позарез. Надо ночью попасть на работу, понимаешь? Ну, прям... Ну, ты с ума сошла? Ну, понимаешь, я просто... Ну, с отчетом напортачила, утром в главбух проверит, и будет такой ор стоять. Федь. Ты под статью меня подвести хочешь? Федь, меня же уволят. Да нас двоих к чертовой бабушке уволят. Есть ничего хуже. Я прошу тебя. Ну, пожалуйста. Ну, пожалуйста, 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 пожалуйста. А... А кто меня ужинать приглашал? Ну? Я... Я согласна. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Не надо, пожалуйста! А-а-а! ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, нашел документы убитых? Да, это Виктор Рожков, это Елена Мишина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А дача чья? Судьба документов Рожкова, он здесь жил, жил один. Следов постоянного присутствия женщины здесь нет. Рожков был программистом, рядовым сотрудником компании программ СЕРС-2015. Названец. Что за контора? Обычная контора. Занимается разработкой программы обеспечения. Женщина кто? Елена Мишина, бухгалтер. Работала там же. Рожков разведен, действительно жил на даче, квартиру забрала его бывшая с тремя детьми. А ружье его? Да, зарегистрировано на него. О, Рожков был охотником, даже на кабана ходил. Что ты там ищешь-то? Средства контрацепции, но их нигде нет. А тебе зачем? Мне незачем. А у погибших, судя по всему, здесь свидание было. А средств контрацепции нигде нет, это как-то странно. Ну, что странного? Может, они детей собирались делать? Может. Может. И одежда, Мишина, и белье, все повседневное. Я бы такое на свидание никогда не надела. Ты бы не надела. А что бы ты надела-то? Можно полюбопытствовать. На ней ни косметики, ни украшений, ни сережек. Хоть уши и проколоты. Кто же так к свиданию готовится? Уносите. Да, может, ты и права. В холодильнике-то холостяцкий набор. Вот если бы я к свиданию готовился, я бы что сделал? Купил пару бутылочек шампанского, бутылочку полусладкого, бутылочку сухенького. Фруктиков различных, так? Значит, мандаринчики, апельсинчики, можно фейхуи, грамм двести для разнообразия. Рыбки красные и курочки малосоленые. Картошечки можно было отварить, с укропчиком посыпать. Вот-вот. Красиво поешь. А в этом доме пару дней минимум душ не принимали. В общем, с этим свиданием явно что-то не то. Сибирских пельмешек отварил бы так для души. За последние несколько месяцев никаких следов романа Рожкова с Мишиной. Они не созванивались и не переписывались. Даже в соцсетях не друзья. А вчера перед поездкой на дачу к Рожкову Мишина вообще телефон выключила. От кого же они так шифровались? Оба ведь свободна. Рожков разведен, Мишина не замужем. Судя по следам крови, Рожков лежал в момент выстрела. Да много его крови-то впиталось в бельишко. А Мишина наоборот. Она приподнялась на кровати, потому что следы неправильной формы. А что если... А что если убийца стояла вот здесь, и брызги ее крови выбитой пулей полетели на него? О, сюда, сюда, вот сюда. Силует убийца. Да. Только чтобы узнать, какого он роста и комплекции, необходимо рассчитать траекторию полета брызг, учитывая их массу, вязкость, гравитацию... Соколова, да, не занудствуй. Наши умники в лаборатории все выясним. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ружье Рожкова – орудие убийства. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, ружье пальчики Рожкова. Правда, смазные? Ну, скорее всего, убийца держал ружье в перчатках. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, Валя, закончила? Время смерти обоих – от полуночи до половины первого ночи. Следы сексуального контакта? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отсутствует. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, Оксана, слушаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ни на одежде, ни на белье этих якобы любовников нет даже пота жировых следов друг друга. О, а я тебя поздравляю, Амелина, у нас появился подозреваемый. Вернее, появилась. В начале первого ночи у дачи фиксировался телефон бывшей жены погибшего, Ольги Рожковой. Он сейчас активен? Нет. Выключен. Ну, на Рожкову зарегистрирована еще одна симочка, видишь, с тарифом для планшета, и она в сети. А где она территориальная? В деревне Макунино. В этой деревне прописана двоюродная тетка Рожковой. Старушка уже год в доме для престарелых. Дом пустой. М-ж-э-л. Муж жена-любовница. Жена застала мужа с любовницей, крохнула обоих и свалила в домик в деревне. Ну, не знаю. Рожков и Мишина как-то на любовников не особенно тянут. Жене показалось. Такое тоже бывает. На даче найдены застреленными в одной постели программист Виктор Рожков и бухгалтер Елена Мишина. На первый взгляд все выглядит как бытовое убийство из ревности. Под подозрение попадает бывшая жена Рожкова, Ольга, которая была на даче в момент убийства. Привет! Майор Лисицын, майор Соколова, ФС. ФС, круто! Да уж. А ты, Тимофей Рожков? Да. Нам бы с мамой своей поговорить. Да с ней бесполезно бы сговаривать, она сошла с ума. А ты с чего это взял? Разбудила нас к ночью, притащила нас на электричке сюда, отняла все гаджеты, представляете? Да, представляем, кошмар. А ты планшет, я так понимаю, контрабандой стащил? Только маме не говорите. Не скажем, не скажем. А где мама? И младшие сестры твои, и где... Девочки дрыхнут, а мама нас дома заперла. Минут десять назад в магазин ушла. За едой. Мы подождем твою маму, подождем. Пожалуйста. Странно, что калитка закрыта изнутри, правда? Правда. А другой вход есть? Да, с другой стороны двора, дырка в заборе. Зачем Рожковой лезть в дыру? Да откуда я знаю, может, прячется от кого? Или еще не ушла с участка. Слышишь? Юля! Помоги! Сейчас. Быстрее! Ну! Пульса нет. Давай в скорую звони. Алло. Деревня Макунино, центральная улица, дом 5. Женщина лет 35. Попытка суицида. Повесилась. Пульса нет. Срочно. Я убила Витю с любовницей и не могу жить дальше. Прошу в моей смерти никого не винить. Ольга Рожкова. Да, Валя, поняла. Спасибо. Угу. Алла Николаевна, на веревке только потужовые следы Рожковой и записку написала тоже она. Валя сейчас у Рожковой в больнице и у нее тоже не возникло никаких сомнений по поводу суицида. Мать троих детей. Она выживет? Врачи считают, что шансов у нее практически нет. Я вообще не понимаю, зачем она помчалась на дачу? Перед тем, как Рожкова вышла из квартиры, ей звонили с неавторизованного телефона. Из сотопоселка, где находится дача Рожкова. Так, ты думаешь, что кто-то ей сообщил, что ее бывший муж там развлекается с любовницей? Ну да. Она приехала, взяла ружье. Наверняка знала, где оно лежит. Застала Рожкова в постели с Мишиной. Застрелила мужа. И Мишину. Вижу, тебя что-то смущает. Предсмертная записка написана с ошибками. Лишняя запятая перед вторым от народным членом и винить через Е. Но безграмотность у нас пока законом не запрещена. Да, но Рожкова после развода работала корректором на удаленке в электронных СМИ. И у нее была автоматическая грамотность. Оксан, у нее был колоссальный стресс. А перед смертью и автоматическая грамотность может отказать. Ну зачем ей убивать бывшего мужа? Они ведь давно в разводе. Я был лучше в мнении о женщинах. Твое мнение о женщинах к делу не подошьешь. Зато вот это пришьешь к делу. А что это? Человек, стрелявший в Рожкова, Мишину выше меня. Даже с учетом погрешности, это никак не могла быть Рожкова. Одна же колобочек, метр с кепкой. Ну если Рожкова не убивала, значит кто-то заставил ее написать записку и повесится. И отношения Рожкова и Мишины выходит на сценировка. А что еще их связывает? Работали в одной компании. Этот программ что-то там, совершенно заурядная контора. Если не считать адреса. А что не так с адресом? Ого! Программ сервис 2015 арендует помещение на территории института глобальных космических исследований. И Мишина, судя по перемещению телефона, за два дня до смерти побывала там в два часа ночи. Надо немедленно выяснить, что она делала на режимном объекте в такое время. Галина Николаевна, меня отказываются пускать на территорию института. Ну конечно я объяснила, но документов то у нас нет. Погодите минуту, я перезвоню. Товарищ полковник, добрый день. Майор Соколова, Федеральная экспертная служба. Мне необходимо осмотреть кабинет сотрудника программ сервиса 2015 Виктора Рожкова. Его убили вчера ночью. Прошу прощения за нашу охрану. Немедленно пропустите сотрудника Федеральной экспертной службы. Есть, товарищ полковник. Спасибо большое. У вас же есть разрешение от нашего министерства? Пока нет, но... Надеюсь, вам не трудно будет его получить. Это чистая воды формальность. Но без нее режим строгой секретности, сами понимаете. Извините. Юлю до сих пор не пускают. Рогозина погрязла в бюрократических формальностях. Ой. А я уже отсмотрел записи камер института. Разрешения еще нет. Ну систему надо было лучше запароливать. Андрюх, ты с дуба рухнул. Это режимный объект. Рогозина с нас голову снимет. Да тихо ты, тихо ты, я пошутил. Доступ к камерам уже дали, а Рогозина согласовывает все остальное. Шуточки у тебя? Что на записях? Мишина в основное здание институт не входила. В основном побывала только в здании своего программ-сервиса. Ну что-то там в общем. Вела она себя очень подозрительно. Внутри она даже свет не включала. Пользовалась фонариком. И пропуск ее на проходной не отфиксировался. Не мугалтерша, просто мата-хари какая-то. Андрюша, значит проникнуть на территорию в обход пропускной системы можно только через охрану. Нам нужен начальник смены, Федор Журавлев. Угу. На следующий день после проникновения на территорию института Мишина с Журавлевым вместе ужинали в ресторане. Телефон Журавлева сейчас за городом на берегу озера. Судя по его постам в соцсети, он уехал рыбачить на выходные. Значит, они все-таки существуют. Кто? Люди, у которых есть выходные. Поехали. А теперь... Т Да уж, сначала охотник, теперь он, рыбак. Похоже, у нас маньяк орудует. Защитник животных. Угу. И рыб. Мужичок-то, видимо, выпил водки, упал в воду лицом вниз, ну и утоп. В свете последних событий, случайную смерть верится с трудом, товарищ майор. В крови журавлева высокое содержание алкоголя. Других посторонних веществ в крови нет. Еще один отпечаток. Он тоже принадлежит Журавлеву. Видимых следов насильственной смерти на теле Журавлева нет. У него на голове глубокие подкожные кровопотеки. Обнаружились они только в процессе вскрытия. Я сделала фотографию, сделаю очертания четче. И вот что получилось. Кровопотеки повторяют форму руки, которой убийца держал Журавлева под водой. Именно так, Галь. Что же такого ценного могла добыть Мишина в здании программ-сервиса 2015, если из-за этого убито уже три человека? Даня Николаевна, извините, пожалуйста, помещение, где находится эта программа, что-то там, арендует еще одна организация. Космо-инновация. А это же контора, она же уже, ого-го, какая серьезная. Можно? Да, конечно. Недавно институт получил заказ от Министерства обороны на разработку новейшей системы терморегуляции космических аппаратов. Я слышал об этом. Так вот, институт устроил тендер. И субподряд на исследование выиграли космо-инновации. Да за эти разработки любая иностранная разведка выложит космические деньги. Именно. Я думаю, что повешение Рожковой – это маскировка убийства Рожкова и Мишиной под бытовуху. Плюс этот несчастный случай с Журавлевым. Так вот, вся эта компания похитилась космо-инновацией и продала секретную информацию. В таком случае их мог убрать покупатель или сообщник. Вряд ли бухгалтер, программист и охранник действовали самостоятельно. Так. Ну, наконец-то. Юля, я поставила на уши оба министерства. Теперь у вас высочайший допуск и карт-бланш на опрос сотрудников и работу на территории института. Найдены застреленными программист Виктор Рожков и бухгалтер Елена Мишина. Все выглядит как бытовое убийство из ревности. Но это не подтверждается. ФЭС рассматривает версию, что Рожков и Мишина похитили и продали секретные данные из Института глобальных космических исследований и были убиты заказчиком. На осколке микрочастицы какого-то материала. И что? Следы крови. Убийца мог не заметить, когда я поранился. Этот материал от защитного костюма. Таким пользуется в космической отрасли, чтобы пыль и выделение не попали на воскаточные приборы. Кровь принадлежит мужчине, не Журавлеву. Вторая группа резус отрицательный. Довольно-таки редкая группа. Встречается только у двух семи процентов населения. Спасибо, ходячий энциклопедия. Из всех сотрудников, работающих на территории института, такая группа только двадцати восьми человек. Всего-то? Из них тринадцать мужчин. Судя по ДНК-профилю, нужным нам мужчине от тридцати до пятидесяти лет. Ага. А что еще говорит ДНК-профиль? Он блондин. Большой вероятностью серыми или голубыми глазами. Таких четверо. И кто они? Так, один в отпуске в Сочи, второй уже две недели в больнице, а третьим 65. Я спрашивала, кто они? Они где вообще-то? А, да-да-да. Так, кто четвертый? А четвертый у нас директор программ сервиса 2015, Захар Матвеевич Гребенкин. Слушай-ка, он подходит нам по всем статьям. Да, Андрюш, я поняла. Отправляю образец его ДНК. На осколке кровь Гребенкина. Его телефон статичен. Фиксируется за городом на проселочной дороге. Да понял, понял. Уже еду. Гребенкин недавно попывал в Эмиратах. Ну, он вообще-то генеральный директор компании, пусть и с аудиотским названием. Можете, позвольте, и в Эмираты съездить, и вообще куда подальше? Да дело не в Эмиратах. Гребенкин останавливался там в отеле, где в это время жил представитель одной из крупнейших зарубежных компаний. Занимающихся космическими технологиями. В машине никого. Похоже, это машина Гребенкина. За мной. Так что же получается? Это Гребенкин у нас главный торговец космическими секретами Родины. А Мишин, Рожков и Журавлев, шестерки которых он убрал. Нашел! Вот, посмотри. Видишь? Вот и вот. След от электрошокера. Убийца повторяется. Повешение, след под волосами. Да. Видимо, фантазия закончилась. Столько трупов. Это Гребенкин утопил Журавлева. Андрюша, ты сам ничего не путаешь? Ну, говорю же, нет. В здании, кроме программ-сервиса 2015, больше ничего нет. Послушай, похоже, эти космоинновации существуют только на бумаге. Понятно. А кто же тогда выиграл тендер? А теперь, внимание, вопрос. Что делала Мишина ночью на территории института, если не воровала секретные технологии из несуществующих космоинноваций? Ну, вот при движении ее телефона за весь день перед ее ночной вылазкой. Все как обычно. Пришла на работу, обедала в кафе, вернулась на работу, вечером уехала домой, а потом уже приехала обратно. Проверьте, не пересекалась ли она где-нибудь в тот же день с другими фигурантами дела? Есть. На записях камер кафе, куда Мишина ходил в обеденный перерыв. Мишина встречалась с Рожковой? Интересно, о чем они так эмоционально беседуют? Давай-ка попробуем применить программу распознавания текста по губам. Стойте! Что вам нужно? Кто такая? Жена Вити Рожкова. Ты с ним переспала на корпоративе, я все знаю. А, послушайте, это было сто лет назад. Ваш Витя мне даром не нужен. Ага. А он ведь потом кобель тебе так и не позвонил, правда? Считай, тебе еще повезло. Ты легко отделалась. А меня он бросил с тремя детьми на руках. Вот, посмотри. Посмотри, вот. Какие рыбки, зайки. Ну, посмотри, посмотри, какие, а? Алименты платят маленькие. Ну, он гад, конечно, но а я тут при чем? Ты должна мне помочь. А вы хотите, чтобы я дала вам денег? Нет, 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 нет. Давайте зайдем в кафе. Пожалуйста, уйдемте. На самом интригующем моменте беседы вошли в кафе, а там камер нет. За несколько часов до встречи с Мишиной Рожкова в бесплатном юридическом чате советовалась с адвокатом. О чем? Она подозревала, что бывший муж скрывает от нее свои реальные доходы. Як бы получает он 30 тысяч, а недавно купил машину. Адвокат посоветовал ей выяснить на работе мужа, сколько он зарабатывает? Да. Официально или неофициально. Ну, чтобы понять, стоит ли вздеваться с судом. Галина Николаевна, я поговорила с охранником. Значит, утром после ночного приключения Мишины Рожкова бросилась на перерез к выезжающей с территории института машине Гребенкина. И о чем-то очень эмоционально с ним беседовала. У вас 10 минут, я опаздываю на совещание в министерстве. Я уложусь, 10 минут. Только вот на совещание вы вряд ли попадете. Мы раскрыли вашу аферу с мертвыми душами. Да, все бумажные документы вам удалось уничтожить, пока наших сотрудников не пускали на территорию. Но мы восстановили данные на компьютерах. О чем это вы? Сотрудники программ «Сервис-2015», сами не подозревая об этом, числились также специалистами, не существующей в реальности, компании «Космоинновации». Вы через Гребенкина, который также числился директором «Космоинновации», оплачивали якобы выполненные ими работы, а деньги клали себе в карман. Это все гнусные инсинуации? Нет. Голые факты. Изящество этой аферы исключалось в том, что на самом деле заказы выполняли сотрудники института за свои обычные зарплаты. Гребенкин, кстати, был очень недоволен своей долей и собирался продать технологии зарубежным интересантам. Но этим займется и другое ведомство. А меня интересует убийство. Давайте начнем с конца. Ваша машина попала на камеры рядом с местом повешения Гребенкина. Давай быстрее, Андрюх. Нехорошо заставлять полковника ждать. Ваш рост и телосложение соответствуют параметрам человека, стрелявшего в Рожкова и Мишину. Это все, что у вас есть? Плохо работаете, товарищ полковник. КОНЕЦ Ваша машина вымота внутри и снаружи. Но в микротрещинах резинового коврика остались частицы почвы с места убийства Журавлева. А адрологический анализ выявил в салоне следы духов Мишиной. Косвенные улики и домыслы. Сейчас будет проведена очная ставка. С кем же? Надеюсь, вы знаете, что если при повешении не сломаны шейные позвонки, то жертву в течение нескольких минут еще можно спасти. Вы уж определитесь со своими инсинуациями. Повесил я Гребенкина или он жив и здоров? Мы готовы. Да, да. Врачи вытащили Рожкову с того света. Кат, убийца. Пустите меня, пожалуйста. Я не могу. Ольга, Кирилл, я вас прошу. Пожалуйста, сядьте. Что вы сказали Гребенкину, когда помчались к его машине у проходной института? Стойте! 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 Вы что, с ума сошли? Под машину бросаетесь? Он говорит 30, а получает 200 в каких-то нам своих инновациях. Вот посмотрите, это мои дети. Вот, видите? Он на них копейки дает. Я ничего не понимаю. Откуда у вас секретная информация о работе мужа в космоинновации? А я видела его личное дело. Кто показал? Да какая разница? Говорите. Я все равно все узнаю. У нас везде камера. Лена Мишина. Но она по доброте, душевной. Вы только не наказывайте ее. Вы слышите меня? Нет, я не слышал. После этого перепуганный Гребенкин побежал к вам. Эта жаждущая алиментов тетка ни при чем не остановится. Подаст на своего мужа в суд и все. Все накроется. Нас посадят. Во-первых, успокойся. Успокойся? Да ты не представляешь, какие нам сроки светят! Вы решили уничтожить всю цепочку. Подкараулили Мишину возле ее дома. Кстати, что вы ей наплели? Что ее обманом пытаются вовлечь в сложную шпионскую игру. Что Рожкова работает на иностранную разведку. Что сказки про алименты фуфло. И что ее с охранником будут вербовать. Мишина знала вас и поверила. Вы отвезли ее на дачу. Гребенкин был уже там? Да. Он вырубил Рожкова ударом по голове. Нашел ружье и знал, что оно было там. Они с Рожковым ходили на охоту. Раздевайтесь! Товарищ полковник, пожалуйста, объясните, что происходит. Теперь легли в кровать оба. Звони Ольге Рожковой. Я заставил Мишину позвонить Ольге с левого номера. Уговорить срочно приехать. У Лены был такой странный голос. Я сразу поняла, что что-то случилось. Я не могла ей отказать. Она же ведь мне помогла. Когда она подошла к даче, я убил Мишину и Рожкову. Стреляли Рожкову в голову, чтобы скрыть след от удара. Надеялись, что все спишут на бытовое убийство. Я услышала выстрелы, забежала в дом. Увидела трупы. Я сбежала. Я поняла, убийца там, рядом. Мне нужно было отвезти детей в безопасное место. Я потом хотела сообщить в полицию, но... Но за вами следили. Когда я пошла за продуктами, они ждали на участке. Затащили в сарай. Детей своих любишь? Если сделаешь, как я скажу, они останутся живы. Пожалуйста, можно я зайду? Да, конечно, проводите. Ну, зачем вам надо было сбивать Гребенкина? Да еще так неаккуратно. Вот обнаружил царапину на руке. Подумал, что мог оставить кровь на месте убийства охранника. И запаниковал. Бухгалтер Мишина погибла, потому что пожалела детей Рожковой. Охранник Журавлев, потому что помог Мишиной. Столько трупов из-за простой человеческой доброты. Малыш! Мам, ну какой у тебя малыш? Ну, мне ее физ стыдно же. А девочки? А где девочки? Да вы не волнуйтесь, они уснули у меня в машине. Я не стал их гудить за Немейского присмотреть. Я вас всех отвезу. Спасибо вам большое. Все будет хорошо. Все будет хорошо. Вот в такие моменты я горжусь нашей работой. Я тоже. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дело возбудили Дима Торзок 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 Пустите меня! Там моя жена! Оставить! Как фамилия? Попов. Там моя жена. Что с ней? Успокойтесь, господин Попов. Я майор Майский, федеральный эксперт на службу. Там действительно ваша жена. И действительно на нее совершено нападение. Не волнуйтесь, она жива. Жива она. Ее повезли в больницу. Кстати, в ту же самую, где она сама и работает. Она на этом настояла. Я сейчас еду туда. Пойдемте со мной. Да, конечно. Прошу, машина. Удавшаяся жертва маньяка врач-невролог Ольга Попова. Вот эта вещь спасла ей жизнь. Игла попала в бляшку и удар пришелся покасательнее. На данный момент времени состояние Поповой стабильное. Жизненно важные органы не задеты. Она смогла разглядеть, что маньяк орудовал огромной иглой. Это мужчина в черном спортивном костюме. В капюшоне. На лице была клава. У палаты Попова должна стоять охрана. Неудача с ней может иметь непредсказуемые последствия. Маньяк может как затаиться, так и потерять контроль и начать убивать. Больше и чаще. У Рогозиной прям дар предвидения. Я никогда еще так сильно не хотел, чтобы она ошиблась. Почерк и орудие убийства снова совпадают. Но на этот раз удар глубже и нанесен с такой силой, что на спине остался кровопотек. На одежде Платонова тоже есть частицы искусственной кожи. Раз маньяк начал проявлять больше эмоций, значит рецидив у него усиливается. Это попахивает бойней. Галина Николаевна, моя программа нашла совпадение по жертвам. Самойлова, Попова, Дубинина и Дегужев были предметом обсуждения на спецфоруме. Он посвящен врачебным ошибкам и преступлениям. В этом списке нет Платонова. Потому что Платонова выбивается из картины. У него репутация очень хорошего хирурга. К нему очередь из пациентов. Но два месяца тому назад Платонов подавал заявление в полицию. В его машине разбили стекла, а на боку нарисовали знак доллара. Вырисовывается четкий график. Два убийства в две ночи подряд, потом два дня перерыв и потом опять два убийства. Что наводит на мысль о графике дежурства? И что через два дня совершится еще одно убийство. Но где? Мы уже обозначили ареал действия маньяка. Сопоставляем его с местами жительства работы убитых медиков. Ищем любые закономерности. Сравниваем все номера, что находились в сотых убийств, с номерами участников форума. Пытаемся просчитать возможных жертв. Для программ тоже нужно время. Вот времени у нас как раз и нет. Надеюсь, что вы окажетесь быстрее маньяка. Ребята, забирайте тело. Алло, 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 Галяя. Слушай. На этот раз убит хирург Чикин, Денис Викторович. Понятно. Отправляю Антоновой. Ага. Да, уже покоим. А Степка где? Он на месте второго убийства. Понятно. Давай. Вот это уже любопытно. Галина Николаевна, убита молодая девушка. Телефона и документов нет. Только почему-то мне кажется, что она не совсем врач. Вернее, совсем не врач. Новые жертвы убиты все тем же способом. Но если удар, нанесенный Чикину, был точным и уверенным, то девушка, видимо, дернулась и рана не такая уж ровная и аккуратная. И удар был сильнее. Судя по костюму и времени суток, девушка занимается совсем не медициной. Возможно, маньяк в запале убил проститутку. Думаешь, он обычно готовился, а тут решил напасть на незнакомку? Странно все это. На куртке Чикину тоже есть следы искусственной кожи. А вот на одежде девушки следов кожи нет. Зато есть следы каучука и чужая ДНК. Спинной мозг. Тихонечко, а откуда взялся спинной мозг? Он же в почке колет. Я понимаю всю ответственность. Мы работаем день и ночь. Когда будут результаты, я сообщу. Галя, я поняла, чем орудовал маньяк. Это игла для цитологической биопсии. 25 сантиметров? В Москве их заказывают только 20 клиник. Проверка клиник ничего не дала. Опять тупик. По ее локации тупик. По форму тупик. По номерам телефонов тупик. По клиникам тупик. Это не дело, один сплошной тупик. Нашел, нашел, нашел я, нашел. Так. Неизвестная убитая. Это Рената Дурова. Уроженка Подмосковья. По образованию педагог-психолог на данный момент нигде не работает. Да, Серег, куда катится этот мир? А что такое? Ну, если педагоги по Москве разгуливают в костюмах. Сык-шопа. Степ, 21 век на дворе. Ну и тем более, может, у Дуровой свидание было. Шла туда как раз. И вообще, кто сейчас подержки-то встречает? Ну, а почему тогда нет точного адреса? Она снимала хату в Москве, но, по словам квартирной хозяйки, два месяца назад съехала. Куда, она не знает. Пришлось устанавливать ее место пребывания нынешнее под городским камерам. Степ, ты глянь. Ох, ничего себе. Да сколько же здесь этих костюмов-то? В кафу еще. Угу. Слушай, может, Дурова в школе вела какой-нибудь театральный кружок, а? Кружок, говоришь? А где можно в такой кружок-то записаться? Я бы не отказался. Серег, а ну-ка, коробки подай, пожалуйста. Пожалуйста. Странно. У Дуровой детей-то нет. Ладно, в принципе, чем бы она в свободное время не занималась, убили ее явно не из-за врачебной ошибки. Это что, грим, что ли, театральный? В отличие от Дуровой, Чикин вписывается в предпочтение маньяка. Во время операции у него умер ребенок, это активно обсуждали на форуме. Я проверила родителей малыша. Сразу после несчастья вся семья уехала жить в Израиль. Андрей, а что это? Кот. Кот? Кот-убийца. Мы его поймаем. Вводить ЧП в больницах не надо. Если ты не сообщишь мне сейчас хорошую новость, я тебя сделаю своим секретарем. Уже пошел слух, что столичных врачей убивает маньяк. Мне звонили из Министерства здравоохранения. Галина Николаевна, я произвел лингвистический анализ всех постов о жертвах маньяка, чтобы понять, почему он выбирает именно их. Так, что ты понял? Я ничего не понял. Но программа, кажется, поняла. Вы посмотрите. На основе анализа были выявлены ключевые слова-маркеры, которые точно вызывают реакцию убийцы. Высокомерный, презрение, лечитесь платно. И что это дало? Пока ничего. Но даст. Эти слова и фразы присутствовали во всех постах о врачах, которые потом стали жертвами маньяка. Я думаю, что у него в голове загорается красная лампочка, когда он это читает. Так вот, Галина Николаевна, мне нужно ваше разрешение на создание, размещение текста приманки на основе вот этих вот данных. Размещай! Снимай. Да? Спасибо. Итак, этот негодяй перерезал половину Добинска. Теперь, пользуясь поддержкой сестры из облздрава, приехал в столицу мочить москвичей. Сколько можно это терпеть? Ух ты, тут уже больше двухсот комментариев, ничего себе. Вы мне скажите, когда вы успели меня так, нет, разрекламировать? Когда, когда? Когда задействовали вот сеть на форуме, которая у нас осталась после дела о вежливых блогерах. В смысле? Ты же докладывал, что вся сеть уничтожена. Ну, почти вся уничтожена. Сейчас мы поймаем этого иглоукалывателя, и тогда я доуничтожу. Значит так, ты пока будешь в больничке, я их на форуме так накручу. Но почему я? Я в медицине ноль. Ты, Степа, не горячись попусту. Лечить тебе никого не придется, поверь мне. Тебя представят коллективу, фото твое на сайте у них разместят. Ну, а потом свалишь потихонечку через пожарный выход. Вечером вернешься так же. И, как белый человек, вместе со всеми демонстративно пойдешь с работы домой. Ну, знаешь что, я вот не к себе домой пойду, а я к тебе домой пойду с маньяком. Да ладно тебе, что ты? Ты с другой стороны на это посмотри. После того, как ты маньяка этого схватишь, у тебя во всех больницах такой блат будет, что хочешь вылечит. Мне такой блат не нужен. У меня со здоровьем все хорошо. Ну, это пока. Годы-то идут. Годы-то идут. Годы-то идут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ФЭС расследует серию убийств врачей. Почти все жертвы проходили по делам о врачебной халатности и обсуждались на форуме в сети. В одну из клиник внедряют оперативника ФЭС, снабдив его соответствующей легендой. На оперативника нападает маньяк. Напалший на Данилова Глеб Лаврентьев. У него есть брат, близнец Павел. Оба работают медбратьями в больнице. Их рабочий график полностью совпал с графиком убийств. Только убивали они не в выходные, а в рабочие дни. А, это очень удобно. Значит, пока Глеб убивал, Павел изображал присутствие обоих братьев на работе. Перед камерами и коллегами. Удобно быть двойняшками. Двойняшками. Недавно Лаврентьева потеряли третьего брата, Никиту. Его после ДТП привезли в тяжелом состоянии в клинику, где работал Платонов. Вызвали Платонова, но он отказался отменить плановую операцию. Никита умер. А за сутки до этого Платонов положил на счет 50 тысяч рублей. Столько заплатил плановый пациент, чтобы оперировал именно Платонов. Говорим, Лаврентьев. Поехали. Город без этих мясников только чище стал. А мой брат отомщен. Даже так? Да. Почитайте интернет, на чьей стороне будут люди. Тот, кто нарушил клятву врача, жить, а тем более лечить, недостоин. Хочу вам напомнить, что у среднего персонала тоже эстетический кодекс. А мы его не нарушали. Мы боролись с болезнью. Такие врачи для общества хуже чумы. Она тоже опозорила профессию? Костюмчик не тот. Мы проституток не трогали. Она не проститутка. Это педагог. А, хотите слить очередной висяк? Не выйдет. Дурова была убита другим орудием. Получается, подражатель? Ну, а как он узнал? В прессе ведь не было никаких упоминаний о маньяке. Тем более подробностей. Ну, на месте преступления были какие-то люди. Возможно, кто-то что-то видел. Нет. Удар был настолько точным, что крови почти не было. Определить по внешнему виду, как их убили, не смогли даже специалисты. Не то что уж. Я думаю, что дело в самой дуровой. Надо будет копнуть под нее поглубже. Добрый день. Я майор Ма... Ух ты. Что-то случилось? Что за с Олей? Ну, успокойтесь, не волнуйтесь. С вашей женой все в порядке. Я просто не ожидал вас здесь увидеть. Случилось с вашей сотрудницей. Я здесь по этому вопросу. А вы здесь, я смотрю, директор? Да. А, ну, прошу вас. Благодарю. Хотел бы с вами поговорить о Ренате Александровне Дуровой. А, Дурова? Ну, вот так она два месяца как уволилась. А что с ней? Ее убили. И у нас есть подозрение, что это дело рук того же самого маньяка, который напал на вашу жену. Того же самого? Вот это совпадение. Скажите, какие у них были отношения в коллективе? Со всеми ладило, никто не жаловался. А причина увольнения с работы? Так, знаете, я не знаю. Сказал, что по семейным обстоятельствам. В ноутбуке Дурова есть странные запросы. Как срочно установить паспорт? Опекунство над недееспособными. Ответственность за сокрытие диагноза детей от опеки. А также о закрытых психушках с услугами конфиденциальности. Телефона Дурова в квартире нет, значит, убийца его унес. Но я проверяла автосохраненные файлы, и вот смотрите, что я нашла. Последнее фото в костюме моей сестры было сделано за два часа до убийства. Дурова явно не для себя их делала. Наверняка отправляла кому-то. И адрес этого кого-то находится за городом. Дурова часто звонила директору своей школы, Попову, но два месяца назад прекратила. Геолокация показывает, что Дурова ездила по адресу, на который отправляла фото, три раза в неделю. И проводила там примерно по два часа каждый день. Время всегда одинаковое. Андрей, проверь финансовую активность Дуровой. Да, каждый раз после поездки на карту Дурова поступали равные суммы от директора школы Попова. Геолокация телефонов показывает, что по адресу, куда ездила Дурова, живут сами Поповы. Странно. У Поповы уже квартира в шаговой доступности от школы. Короче, Попов этот биолог по образованию. Университет, дочка Соня, а еще Поповы являются опекунами племянника Ольги Поповой, Семена Роджерса. Отец-мальчик американец. Семен и Соня одногодки и находятся на семейной форме обучения. А чем они болеют? Это не заразно? Нет, дело в том, что они не на домашнем обучении по состоянию здоровья, а на семейном. Это когда дети получают образование за счет семьи. Они там только раз в год прикрепляются к школе, чтобы сдать эти переходные экзамены. Семен и Соня в этом году заканчивают школу. О, они неделю назад подали заявление в ЗАГС. По ускоренной схеме, кстати. Соня беременна, прикинь. От брата? Тут написано от кузена. Типа, законом не запрещено. Серега, может разделимся? Ты к Поповым, а я с их соседями потолкую. Я думаю, они об их семье очень много знают. Давай? Извините, жене полегчало и больничные потребности сразу возросли. Так, полотенце. Да я понимаю, понимаю. Не обращайте внимания. Это Сонечка опять что-то у себя в комнате переставляет. Ей-богу, замучила. Да я тоже понимаю. Скажите, а зачем к вам Дурова приезжала? Она к Сонечке приезжала. Дочка собирается поступать на психолога, вот Дурова с ней и занималась. И, кстати, очень эффективно. Мы даже программу раньше осилили. Два месяца назад Рината Александровна сказала, что я полностью готова к экзаменам. Вот это вот все уже вот здесь. А то я сильно, сильно. А зачем вы и почему вы так далеко от работы переехали-то? Вы знаете, всегда хотел жить в загородном доме. Никто за стенкой не долбит. Это я тоже понимаю. Кстати, последний вопрос. А где вы были во время убийства Дуровой? Да дома они были. Все, кроме Ольги. Я сама видала. Тогда их дома где-то метров пятьдесят. Как же вы их увидели? Трудно было не заметить. Анатолий Маркич в тот день напился. Ой, аж до чертиков. Песни орал на всю округу. Ой, Сонька бедная пыталась его в дом утянуть. А Сема я не видала. Хоть бы помог ей. И часто он такие концерты дает? Нет. Он почти не пьет. Но если доберется до бутылки, все. Заливается по уши. Видимо, из-за всей этой истории сорвался. Из-за какой истории? Да месяца два назад Ольга вышвырнула училку их из дома. Со скандалом. Ой! Крику было. Видать, изменил. Женета. Так вот, для кого предназначались фото в костюмах. Получается, мотив был у Ольги Поповой. Но она в момент убийства была в больнице. И при всем желании бы не смогла. Так, а... Сколько вы говорите, Семен Ред? Все, мой мальчик сентиментальный. Он не разрешает выбрасывать свои старые игрушки. Видимо, сказывается травма от потери родителей. Они погибли в ДТП. Следы на столе – это следы интимной близости. Ну, наверняка жених с невестой развлекались. Ну, возможно, вдруг Попова с Дуровой экзотики захотелось. Интимом в детской комнате с игрушками. Это необычно. А, Нильна, для тебя необычно. Опа! Только связь-то была не у Попова с Дуровой и не у Семена с Соней. А между Семеном и Дуровой. Следом около трех месяцев. Погоди. По документам Сони на третий месяц беременности, что ж получается, что Семен ей изменял? Вызывайте обоих, Фесс. Соня трубку не берет. Телефон Семена мы в системе не нашли. Телефон Сони быстро движется в сторону аэропорта. На них сегодня утром были куплены билеты в США. В один конец. Семена, 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 так нельзя. Да, Сем, ты бы не кричился бы и ствол бы убрал бы, а? Отпусти Соню! Она моя невеста! Степ, так это ж зажигалка. Ах, Семен, Семен. Итак, Жанин Роджерс, потрудитесь объяснить мне, почему вы позволили себе напасть на сотрудников правоохранительных органов с муляжом оружия? Отвечете, что я спрашиваю? Я не буду с тобой разговаривать. Я обиделся! Ладно, Семен, давай по-другому. Все, ну. Все. А не хочешь ознакомиться с результатами экспертизы, произведенной с образцами в своей комнате? Сынка, бумажечка красивая. Сынка, оп! Семен, ты что творишь? Это же документ! А, гражданин Роджерс, мне нужно взять у вас кровь на анализ. Кровь? Да. Нет, я не хочу! Я не хочу! Я не хочу! Семен, Семен, ты меня доведешь! Отставить! Не хочу! Отставить! Отставить! Смотри, что у меня есть. Нравится? Хочешь такой же? Это тетя Валя. Она очень хорошая. Она доктор. Если ты позволишь сделать себе маленький укол, то я подарю тебе этот набор и даже помогу собрать. Бесплатно. Как ты на это смотришь? Я сам соберу. Ну, вот видишь, какой ты молодец. Давай. Я тебе сделаю укол совсем-совсем не больно. Попов нагло заявил, что поездка в США была давно запланированной. Ага. Поэтому билеты купили только сегодня утром. Три, дорога. Бежать они хотели. Нет, не бежать. Они пытались его спрятать. У Семена Роджерса синдром Прадера-Вилли. Родители Семена, Диана и Максимилиан Роджерс погибли в ДТП 15 лет назад. Отец Семена, гражданин США, оставил сыну внушительное наследство, которое тот получит по достижениям 21 года. Если будет на тот момент дееспособен. Дееспособен. В роду американца уже были генетические нарушения. И, видно, он таким образом решил подстраховаться. Иначе все деньги введут в благотворительный фонд. Я так понимаю, обнаружив у Семена редкое заболевание, Поповы решили это скрыть? Совершенно верно, Гали. Потому что они получали пособие и от наших российских властей, и также средства на содержание наследника от американского фонда-распорядителя. Так что на данный момент Семен юридически дееспособен полностью. Анализ крови Семена показал наличие остатков снотворного в его крови. Я думаю, что Соня дала снотворное парню, чтобы он спал во время вашего первого визита. Так вот, получается, что грохнуло на втором этаже-то. Я одного не пойму. Но ведь люди с этим диагнозом бесплодны. Верно. У Сони тоже взяли анализ крови. И она не беременна. Да. Справку о беременности достала мама. Семен не мог воспринимать интимные отношения, как взрослый. Следовательно, Дурова соблазнила его обманом. И ваша мать об этом узнала. Как Дурова узнала о наследстве? Она догадалась о диагнозе Семы и хотела стукануть в опеку. Но папа объяснил ей все и предложил заработать. Платил двойной тариф за занятия с Семкой. Она готовила его к собеседованиям. Да еще и доплачивала за помощь в экзаменах. Я все равно не понимаю, как этому Семену удавалось сдавать переводные экзамены. Дети шли в деть экзамены в школу. Отмечались. Соня писала свою работу, а Семен сидел на задней парте и рисовал. Накануне ему давали седатин, да, чтобы не носился по классу. Ну, а потом Дурова давала Семену уже готовый контрольный, который он сдавал тете. Ясно. В этой школе за семейных учеников выписывали приличные премии. Так что никто не парился, что в комиссии всегда Дурова и сам Попов. Как вы узнали, что Дурова решила обманом женить на себе Семена? Сема по секрету поделился с Соней, что скоро у нее будет настоящая свадьба с тортом. Он же все воспринимает как игру, любит переодеваться. Эта бессовестная тварь просто воспользовалась этим. Поэтому Дурова завела у себя дома целый театральный гардероб. Для Семена. Да, когда все открылось, это именно она имела наглость предложить сделку. Обещала поделиться наследством в обмен на помощь. Сказала, что устроит Семена в хорошую лечебницу. А вы? Вы швырнули их чертовой матери. Я так и сказал, чтобы если она откроет рот, вылетит из образования сволочьим билетом. У нас же сейчас за расленку во. А чтобы подобное не повторилось, вы решили племянника женить на дочери. А зачем вам была нужна липовая беременность? Чтобы ускорить процесс. Так-то надо ждать три месяца. Семен закатывал такие истерики, хотел играть в свадьбу. Грозился, что убежит к Дуровой. Потому что только она умеет играть в доктора. Кто же тогда убил Дурову? Она съехала из квартиры, уволилась с работы сразу же после скандала. Значит, никто из Поповых не знал, где ее искать. Фото в костюме медсестры Дурова отправила за два часа до смерти. Значит, не успокоилась и продолжала обрабатывать Семена. А убийца под видом Семена выманил ее навстречу. Попов с дочерью были дома, Ольга в больнице. А Семен с того вечера помнит только новый конструктор и пирожки с вишней. Это, конечно, очень удобно, когда главный свидетель обладает такой памятью. Вы меня поняли? Выполнять? Так, Майский. Это я. Что у вас? У меня. Ясно, не готов. Виноват. А у вас что? Не смотрите в телефон, когда начальница с вами разговаривает. Как здорово у тебя получается. И часто ты так делаешь? Да. Это игра-двойник. И я в нее лучше всех играю. Могу кого угодно показать. А не могли бы вы показать, как ваш папа песни поет, когда пьяный? Ой, я что-то уже даже не понимаю, кто из них песни-то орал. Я без очков была. Далеко это было? Кроме Попова, убить Дурову некому. Видимо, после нападения на жену, идея замаскировать убийство Дурова и потерю ему показалась очень хорошей. Возможно, и так, дружище. Но, по сути, прямых доказательств его вина у нас нет. На одежде Дурова был каучук. Может быть, это как-то поможет. Вы каучук, ты говоришь? Каучук. Из каучука делают вот эти вот манекены борцовские-то для отработки приемов. В школе, где Попов работает директором, есть спортзал. Там точно нажимы такие манекены. Ваши работа. Материал, из которого сделан этот несчастный, полностью идентичен тому, что был обнаружен в ране и на одежде Дуровой. На манекене ваши пот и жировые следы. Перед нападением на Дурова вы отрабатывали удар, чтобы он совпадал с почерком маньяка. Так что вам будет предъявлено обвинение в убийстве, а ваша жена и дочь пойдут как соучастники. Ольга ничего не знала. Еще как знала. Думаю, она все это и придумала. Во время нападения она видела в руках убийцы иглу и поняла, что это. Она украла из клиники использованную иглу для биопсии и передала ее вам. Объяснила, что делать. Вы ведь по образованию биолог. Анатомию знаете? У меня не было выбора. Выбор Попов есть всегда. Вы могли отказаться от наследства и вырастить Семена по-честному. Да, хорошо. Сем, я хочу познакомить тебя с замечательной тетей. Здравствуйте. Пап, Сонь, а во что вы играете? А мне с вами можно? Сема, 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 поверь мне, не нужно тебе в эти игры играть. Давай я лучше тебе пистолет покажу, помнишь, ты хотел? Давайте. Пожалуйста, не говорите, Сема, что свадьбы не будет. Можно мы понарошку поженимся? Ну, я умоляю, уже в специнтернат попадем. Тетя Галь, дядь сыщики, а вы придете к нам на праздник? Там все будут красивые и будет торт. Вот такой. Извините. Ну, если будет торт, то мы обязательно придем. Да, день сурка какой-то. Настал уже. Радик всю ночь не спал. Хоть сейчас отрубился. Извини, Катюш, у меня вторая линия. Да, алло. Интервью? А какое издание? Да, конечно, можем встретиться. А какие вопросы? Да, конечно, я расскажу и про клинику, и про наши методы. Отлично. Здравствуйте, лавандовый латте, пожалуйста. А что так мало? Вчера больше было. Долейте. Стойте, а молоко какой жирности? Три, два. Да вы с ума сошли, я это пить не буду. Переделывайте. Пожалуйста. Где мой ребенок? Радик! Тут украл моего ребенка! Радик! Где мой ребенок? Пишет. Да, пишет. Мы обращаемся к тем, кто забрал нашего ребенка. Если дело в деньгах, мы с Олей люди известные и не бедные. Мы заплатим им любые деньги. Так верните, пожалуйста, нам нашего сына. Радамир, смысл нашей жизни. Может, если малыш чем-то болеет, сказать, какие лекарства давать? Он абсолютно здоров! Иди, иди, моя хорошая. Иди. Идем, идем. Радик! Как он здесь оказался? С ним все в порядке? Это не море. Это не море. Это не Радамир. Радамир. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Странное дело, обычно нас привлекает, когда ребенок только пропал, а не когда нашелся. Да здесь много чего странного. С утра дело вела полиция, но ребенок теперь найден, но мать отказывается его признать. И дело спихнули нам. Здрасте. Двухое место. Ни камер, ни толк людей. Да, и следов никаких. Зато рядом вода. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Получается, здесь оставили шестимесячного ребенка Ольги и Кирилла Милостных. Вот и я про то же. Если бы не случайный прохожий с собачкой, то ребенок мог просто замерзнуть. Да, если бы похититель хотел вернуть ребенка, он бы сделал это там, где у него было бы больше шансов на выживание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы были готовы заплатить любые деньги, но нам так и никто не позвонил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем вам Радомир? Я же объяснила, это не наш ребенок, это не Радомир! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Анализ ДНК. Анализ ДНК всех рассудит, да? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Спасибо за содействие, Геннадий Александрович. Если бы не вы и ваша собака. Ну как там малыш, не переохладился? Вроде все должно обойтись. Эй, эй. Молодец, молодец. Вы же знаете, у нас с Олей своя детская клиника. Природная энергетическая медицина и царевна ей богатырь. Какой, какой медицины? Доказательную медицину я знаю, а энергетическую? Мы привыкли к такой реакции, и даже к более резкой. У клиники много недоброжелателей, и вот мы подумали... Что, похищение связано с вашей работой? Лучший способ ударить по нам, забрать Радомира. А зачем кому-то по вам бить? Потому что мы говорим людям неприятную правду. Годы работы меня убедили, что все дети изначально здоровы. Наша клиника может избавить их от любых болезней, если не подмешиваться официальной медицины. Каждый ребенок рождается здоровым, если его родители не грешили препаратами и новыми медицинскими технологиями. Ребенок должен приходить в этот мир по согласию высших сил, без калечащей медицины. Да, у вас уже есть заключение? Что, вы уверены? Проверьте, пожалуйста, еще раз. Ладно, спасибо. Да. Андрей, что показал анализ ДНК? Найденный в парке ребенок ваш родной сын. Его образцы ДНК совпадают с образцами найденной в вашей квартире. Ну вот, все и разрешилось. И у него детский церебральный паралич. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Похищен и вскоре подброшен обратно 6-месячный ребенок Ольги Милосной. Но она утверждает, что это не ее сын, хотя ДНК совпадает. До похищения Радомир был символом здоровья и лицом клиники нетрадиционной медицины, принадлежащей его родителям. Но анализы показывают, что у ребенка ДЦП. Ольга и Кирилл Милосной открыли свою клинику нетрадиционной медицины 2 года назад. Оба закончили мед, но ударились в альтернативные практики. Как так получилось, что Милосные сделали своего тяжело больного ребенка лицом клиники? Он же у них в каждой рекламе фигурирует как богатырь Радомир. Радомир Милосной родился полгода назад на территории Украины. У нас нет его медкарты, он не наблюдался в государственной поликлинике. И данных из роддома получить тоже не удалось. Я думаю, что еще несколько месяцев и медицинская карта не понадобится. ДЦП же не спрячешь. А репутация клиники неизбежно пострадает. И если ребенок не исчезнет раньше этого срока? Вы думаете, Милосные сами пытались избавиться от ребенка? Наша приоритетная версия – похищение ребенка с целью выкупа или по причине личной неприязни. Но и эта история с болезнью выглядит очень подозрительно. И если бы не собачник, ребенок бы просто замерз. Может, рука не поднялась самим убить. Вот и подкинули. А вот и наш малыш Радик. Тише, тише. Иди к папе. Он спит. Эту ночь малыш проведет в клинике для более подробного обследования. И к тому же, зачем он вам? Ваша жена от него отказалась. Бросьте. Это наш малыш. Ольга сама не своя от похищения. Да. Ей нужно подержать на руках своего ребенка. Ей нужно отдохнуть. Он одно лицо самому. Слушай, ну будний день. Народу здесь почти и нет. И камер нет. Отличное место для похищения. Или его имитации. Молодые люди, а вам какой кофе сделать? Да нет, спасибо. Мы при исполнении. Так а давайте я вам сделаю какой-нибудь специальный кофе для улучшения детективных способностей. Ну, пожалуйста. На улице так холодно. Я замерзла. Я хоть ручки погрею, а ваши стаканы. Умеете вы девушку уговаривать? Давайте два эспрессо. Ты сосиску будешь? Да. Две сосиски и вот эту красоту с карамелью и ромом. С ромом? Да. С ромом это вам, девушка, чтобы не мерзли. Спасибо вам большое. Девушка, скажите, вы вчера видели, что произошло? Меня уже полицейские допрашивали. Я ничего не видела. Она, как обычно, коляску оставила здесь, у ларька. Как обычно? Да. Ну, это Ольга. Она здесь часто бывает. И всегда чем-то недовольна. То пенка неплотная у кофе, то сиропа мало, то много, то молоко слишком жирное. А вы случайно не видели, был ребенок в коляске или нет? А он мог быть не в коляске. Нет, я его не видела. Но он обычно кричит, разрывается так. А в этот раз такой тихий был. Я думала, может быть, он уснул. Доброе утро. Доброе утро, Галина Николаевна. Андрей, что по детализации звонков милостных? Доброе утро, Галина Николаевна. Ну, похоже, действительно, у пехетителей не звонили, обычные стандартные звонки. Чаще всего созвонный с неким Поначевный. Евгений Поначевный. Это бизнес-партнер милостных и основной инвестор. Недавно он взял кредит на развитие клиники. Почти сто миллионов. А что о нем известно? Похоже, Поначевный заинтересован в процветании клиники не меньше, чем милостные. Бывший гражданин Украины семь лет назад получила российское гражданство. А еще он двоюродный брат Ольги Милостной. Она, кстати, до сих пор гражданка Украины. Галина Николаевна, на одежде Радомира мы нашли женский волос. К сожалению, совпадений с нашими фигурантами нет. Проверьте, какие угрозы поступали в адрес клиники. Данилов и Субботин сейчас поехали к милостным. Может быть, те вспомнят, кто мог желать им зла настолько, чтобы выкрасть ребенка. Вот черт, кто-то с журналистом слил, что мы подозреваем милостных покушение на убийство ребенка. Может, это нам поможет? А еще пишут, что ОПЕК собирается изъять Радомира из семьи, а Ольгу Милостную лишить родительских прав. Что за люди? Сегодня вы шоу. Я обнаружил семью Громовых. Они очень сильно пострадали от общения с милостными. Они тоже клиенты царевны и богатыря? Да. Клиника лечила их годовалого сына от печеночной недостаточности. Ну и почти залечили. Мальчика увезли в реанимацию в критическом состоянии. Его еле откачали. Громов предъявили претензии? Угу. Они даже в суд подали. Но милостные сказали, что во все виноват папа за то, что изменял маме и за его грехи пострадал ребенок. Да что за бред? Чуть позже даже слили видео в сеть, где папа Громов резвится секретаршей. Ну и, естественно, чета Громовых иска забрали и развелись. Да. У некоторых не то, что 21-й, но еще и 20-й их не наступил. Да, действительно, наш ребенок родился с серебральным параличом. Но это ничего не значит. Это временная трудность. Безусловно. А наша любовь и сила энергетических практик при участии лучших гомеопатов и остеопатов поставит Ардамир на ноги в прямом смысле слова. Сыном занимаются с самого дня его рождения. Безусловно, мы скоро увидим результат. Он будет здоров. Мы со всем справимся. Самое главное быть вместе и не нарушать клятв. Да, 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 да. Прямо не так, как Громовы. Более того, милостные не могли сами подбросить ребенка в парк, так как после похищения все время были под наблюдением у полиции. У них есть мотив, но нет возможности. Разве им кто-то помогал? Нужно решить, какое заключение дать опеке. Есть повод изъять ребенка из семьи или нет? Они уже опять звонили. Куда ты булку схватил? Ну, ну это действительно... Так, расходимся. Цирк закончился. Уезжаем. Отойдем. Как же я сразу про Громова не подумал. Ну точно он. Ему уже надо кого-то винить за свои косяки. Но мы перед ним ни в чем не виноваты. Нет, я думаю, это не Громова. Это была неприятная история, но прошло уже полтора года. Я думаю, все уже забылось. Откуда у вас взялась запись измены Олега Громова? Мы установили, что это вы ее слили в сеть. Верить не знаю. Когда Громов подал на нас в суд, я получил это видео. Наверное, наш единомышленник? У милостных только один единомышленник. Поначевный. Их инвестор? Угу. А еще он бывший сотрудник службы безопасности одного опального олигарха. В 90-е служба прославилась тем, что слушала всех своих сотрудников, а заодно половину чиновников и депутатов. Я помню это дело. Они еще заказными нападениями и слежкой занимались. Почему ты думаешь, что видео прислал поданчевный? Да потому, что следы ведут именно к его IP-адресу, а с его навыками и ресурсами. Думаю, было нетрудно вычислить неверного Громова и снять увлекательное видео. На чем нам, как инвестору, нужно было спасать репутацию клиники? Вот он и слег у Громова. А теперь помог новостным украсть ребенка, чтобы его болезнь не компрометировала клинику. Галя, похищен еще один ребенок. пришло заявление от похитителей. Ну вот. Матери не ценят самого главного, что у них есть. Они бросают детей без присмотра. Ежедневно без вести пропадает сотня детей. Они гибнут от злого умысла или неосторожности взрослых. И мы проучим нерадивых матерей. Если вы бросаете ребенка одного, будьте готовы, что однажды вы его не найдете. Это было разуслано в СМИ. Денис Суслов. Мальчику 7 месяцев. Его мама оставила его около магазина, потому что не хотела подниматься с коляской по ступенькам. Ей было нужно что-то купить. Да, слушаю. Я не могу так быстро дать ответ. Слишком мало данных. Кто такой урод? В ФЭС расследуют похищение 6-месячного ребенка. Следствие считает, что его родители, владельцы клиники нетрадиционной медицины, хотели избавиться от ребенка больного ДЦП, чтобы он не дискредитировал их клинику. Но неизвестный похищает еще одного ребенка, сделав публичное заявление о наказании всех матерей, которые бросают коляски без присмотра. Нож. Опусти. Это что такое еще? Дело в нападении на человека с применением холодного оружия и организации похищения Дениса Суслова. А это кто? Вы похитили Суслова, чтобы реабилитировать своих партнеров новостных и выдать похищение Радомира за действия безумных активистов. Ну вот, Радомир, наконец едем домой, а мы тебе подарки купили. Провозики. Ну-ка, давай-ка. Давай-ка. Дорогая, все хорошо. Все закончилось. Да, все хорошо. Я вообще не слышал про новое похищение. А почему вы не хотите поверить в то, что какие-то психи воруют детей? А вы верите? Я верю. Вы знаете, что есть активисты, которые отлавливают домашних кошек и сдают их в приют? Домашних кошек? Зачем? Затем, что бабушки отпускают их гулять на улицу. А это как бы небезопасно. Может машина сбить или собака загрызть. И кто вообще решил, что кошкам нельзя гулять? Слушайте, при чем здесь кошки? Я про ребенка вас спрашиваю. Так и Радомира могли по идеологическим соображениям похитить. А иначе зачем? Ну, если только из-за мести. Галина Николаевна, помните его? Собачник, нашедший ребенка милостных в парке. Это не случайный собачник. Это Геннадий Александрович Гончаров. Дядя Жанны Громовой. Той Громовой, чьего ребенка чуть не залечили в клинике милостных. И который милостные и примкнувшие к ней поначивной организовали развод с мужем. Я даже не знал, что ребенок Олег Милостной украден. Я новостей не смотрю, только старые книжки перечитываю. Как вы оказались в парке в это время? Я дважды в день там гуляю с Лулой. В 7.30 и в 21.30 по одному маршруту вот уже 6 лет. Я военный пенсионер и привык к четкому распорядку. И ребенка вы нашли совершенно случайно. Вы что, думаете, что я мог у матери ребенка забрать? Да я 30 лет вооруженных в силах прослужил. Вам плохо? Держи. Отлично. Я позову врача. Ваня! Задышал что-то? Угу. Сейчас давление поверим. Ну, Гончаров даже слишком убедителен. Да, соседи на нем тоже хорошо отзываются. Вдовец живет один и души не чает во внучатом племянники. А, это тот самый сын Грумовых? Да, 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 да. Сестра Гончарова, мать жены Грумова умерла. Теперь дед сидит с Милким, пока племянница работает, да, его дворец и все детворы играет он. Ну, понятно. Солдат ребенка не обидит, я понял. Редактор субтитров Ну, наконец-то. По-настоящему доброе утро. Ребенок в порядке? Привет. Да, все в порядке. Травм нет. Он всю ночь провел в больнице. Мама с ним. Доброе утро. Доброе утро, Галина Николаевна. Что по манифесту похитителей? Видео было залито на видеохостинг со смартфона. Смартфон купили на Украине, но заливали с Wi-Fi возле московского кафе. Других зацепок пока нет. Галина Николаевна, оба похищения действительно связаны. Опять та же женщина? На этот раз она оставила и волосы, и потыжевые. И у нее явно проблемы с выпадением волос. И это не Жанна Громова, племянница Гончарова. Мы взяли ее образец ДНК. Не совпадает. Ну как бы. Геннадий Александрович, подватали вас врачи? Всю ночь под капельницей пролежал. Высокое давление, такое дело. Ну, тогда продолжим. Насчет ваших претензий к мластным. Да нет у меня к ним никаких претензий. Они, конечно, шарлатаны. Но я всегда терпеть не мог этого кобеля, мужа племянницы. И даже рад, что они развелись. Ну, а как же ребенок? Ох, это беда, конечно. Диньку они чуть не залечили. Но все обошлось. И слава богу. Оля, к тому же, дала нам денег. И извинилась. А вас это не удивило? Знаете, Оленька тогда уже беременная была. А это женщину смягчает. Добрее делает. Ну, здравствуйте, Ольга Сергеевна. Как же вам не стыдно. Давайте не здесь. Проходите на кухню. А Маш, нам нужно поговорить. Это наша добра больница. Посмотрите, да чего вы пацана довели? Еле спасли. Лежит в реанимации, совсем худенькой. Да как вы после этого вообще? Я... Не кричите на меня, пожалуйста. Я беременна. Ух ты. Боже мой. Девочка. Да ты садись. Чего стоять-то? Я не хочу конфликтов. Мне сейчас не до этого. Моя муж будет очень против, но... Но я хотела бы компенсировать вам ущерб. Хотя бы частично. Они вам сейчас нужны. Простите нас, пожалуйста. Ну, что нашел? Когда похититель следил за Ольгой Милостной и снимал ее на видео, он случайно заградил пальцем часть кадра. Хочешь сказать, ты вытащил оттуда отпечаток пальца? Угу. Вот она. Знакомься. Лунько Мария Александровна. 33 года. Уроженка Донецка. Так, а откуда в базе ее пальчики? Сейчас узнаем. Так. Значит, нас давала отпечатки, когда получала патент для работы в России няне. И, между прочим, кстати говоря, у нее трое детей. Девяти, восьми лет, плюс еще один полугодовал ребенок. Так, ну чего, в розыске ее объявим и узнаем, чего она хотела добиться, да? Как мы и обещали, специалисты клиники Царевна и Богатырь излечили нашего малыша от церебрального паралича. Любовь и уникальные технологии. Вот все, что нужно для детского здоровья. Мы понимаем, что у многих будет негативное отношение. В чудо всегда вериться сложнее, чем негатив. Поэтому мы предлагаем любому квалифицированному врачу обследовать нашего сына. Повторяю, любому. Вы не могли бы оставить нас на пару минут? Пожалуйста. Галь, этого не может быть, но это совершенно здоровый ребенок. А ты уверена, что это тот самый ребенок? Нет, конечно. Я взяла у него ДНК. Но сейчас проверим. Это тот самый ребенок. По крайней мере, та самая ДНК. Но я видела больного ребенка. Он действительно был болен. А в чудеса и альтернативную медицину ты, стало быть, веришь? Я, Галина Николаевна, верю в науку. А это могло произойти только в одном случае. Если Ольга Милостная родила однояйцевых близнецов. И теперь их подменила. Я запросила медкарту Ольги Милостной из ее клиники. Больше она нигде не наблюдалась. Так она же на Украине рожала. А тут выдачи нет. В карте значится, что у Милостной была одноплодная беременность, закончившаяся рождением сына. Слушай, зачем она вообще поехала рожать на Украину? Милостная родом оттуда. Ну, потому что старенькие родители рядом. Ну, хотя, согласно, это выглядит подозрительным. А знаешь что? Смотри, она любила выкладывать в соцсети беременные фото. Вот, спасибо ей за это. Вот это вот, судя по дате, перед самыми родами. Антону это не понравится. Почему? Маленькие живут. Там точно нет близнецов. А какая хорошая версия была. Хорошо, что Мария Лунькова нашлась. Плохо, что на вопросы наши не ответит. Вот, когда ее нашли, тело уже холодное было. Давно лежит. Место не проходное. Рабочие в пособку шли и наткнулись. Причина смерти – асфиксия. Удавка была тут же на шее. Смерть Марии Лунько наступила примерно около суток назад. Убийца подошел сзади. Веревку, скорее всего, он принес с собой. Она чистая, без посторонних следов. Степа! Следы от протектора. Но узкие какие-то. Похожие от детской коляски. Версия о том, что Лунько украл еще одного ребенка, выглядит все более убедительно. Галиня Каловна, у нас кое-что не сходится. Что еще? Двое старших детей, Мария и Лунько, остались в Донецке. А вот с младшим, полугодовалым Матвеем, она, судя по показаниям родственников с Украины, поехала в Москву. Хочешь сказать, что это не Мария Лунько перед смертью украла ребенка, а у нее украли? Ну, все выглядит именно так. Еще, к сожалению, мы не можем найти то место, где Лунько жила в Москве. Ищите! Слишком много похищенных детей в этом деле. Галина Ивановна, я вот еще о чем подумал. Если Лунько не собиралась убивать детей, почему она рода мира оставила в таком глухом месте? Она, похоже, была уверена, что Гончаров придет и найдет ребенка. Возможно, они были знакомы, и она знала о его привычке гулять там с собакой. Геннадий Александрович, вы ее знаете? Конечно! Это Машенька, домработница милостных. Давай помогу. Давно сюда приехала? Да, пару месяцев. А вы не скажете, где у вас тут можно погулять, воздухом подышать? Ой, никак не привыкну к этой духотище. Тут парк такой хороший есть, с прудиком. Я там по вечерам с собачкой гуляю. Пошли с нами. Она добрая, тебе понравится. И не скучно, и не страшно. Здесь очевидная связь с милостной и убитой Лунько. Мы не сможем продвинуться в расследовании. Поняла. Хорошо. У нас какие-то проблемы? Еще какие. Нам не дают постановление на арест Ольги Милостной. А где-то находится малыш Марии Лунько. А я понимаю, чего они там осторожничают. Дело стало медийным, и к милостным уже очередь из продюсеров ток-шоу выстрелить. Ольга Сергеевна. Здравствуйте. Нам нужна ваша помощь. Мы обнаружили мертвая и вашу бывшую домработницу Марию Лунько. Что вы до Ольки докопались? Я вас засужу, все по закону сделаю. Смотри сюда, я тебе парней привез. Они будут тебя охранять, чтобы ты спокойно с Радиком гуляла. Что? Сразу мне звони. Галя, что еще? Я уже устала от сюрпризов в этом деле. Галя – это тот сюрприз, который даст ключик ко всем остальным. Судя по состоянию организма, Мария Лунько была беременна. И у нее была не просто беременность, а была многоплодная беременность, которая закончилась кесаревым сечением. Ну, у Лунько только один полугодовалый ребенок. Ну, вероятно, второй у Милостных. Мария Лунько была суррогатной матерью. Видимо, энерготерапия не помогала. И Милостная не могла родить ребенка. В общем, пока живот не появился, Лунько жила в Москве. А потом они вместе с Ольгой Милостной уехали на Украину. И там Лунько родила близнецов. Одного с церебральным параличом, второго здорового. Видимо, во время беременности один плод подавлял другой. Но Милостная заранее знала, что заберет она только одного. Имитируя беременность, она цепляла себе маленький живот. О больном ребенке они узнали, судя по всему, на одном из скринингов. Но поскольку переехали на Украину они уже во втором триместре, делать редукцию уже поздно. И Лунько доносила обоих малышей. И когда Лунько родила, Милостные забрали у нее здорового, оставив ей больного ребенка. Холодов раскопал, что после этого семья Лунько отремонтировала дом в Донецке и купила машину. Значит, Милостные ей хорошо заплатили. Лунько могла сдать больного ребенка в детский дом, но не стала этого делать. Только реабилитация ребенка с ДЦП стоит больших денег. И она приехала в Москву. Значит, малыш сейчас в большой опасности. Справа Радамир Милостной, слева Матвей Лунько. Не удивительно, что Лунько придумала такой план. Дети идентичны. Знаешь, я ее хорошо понимаю. Лунько была в отчаянии. Она не могла бы поднять Матвея. У нее и так дома двое ждут. И она решила подменить детей. Зная адрес и привычки Ольги Милостной, Лунько выследила ее и похитила Радамира. Затем подкинула Матвея, переодев его в одежду брата. Она была уверена в пунктуальности Гончарова. Да отстаньте вы уже! Лунько хотела заставить Милостную воспитывать и реабилитировать сына инвалида. А куда ей было деваться? Милостные люди публичные. И их ребенок – лицо клиники. Они бы не могли бы спихнуть ребенка в детский дом. А сама Лунько вернулась бы на Украину со здоровым мальчиком. В конце концов, это не она придумала поделить детей. А потом мы заподозрили, что мы захотели избавиться от больного ребенка. Опека хотела изъять у вас сына. И Мария понимала, что Матвею там будут еще хуже. Зачем она это сделала? Она разрушила мою жизнь. Мария не хотела вам не вредить. Она хотела помочь ребенку. Вашему ребенку. Очевидно, что больной ребенок должен был исчезнуть. Или его уже убили, или он на грани смерти. И нет ни одной причины, чтобы преступник вернулся туда, где сейчас Матвей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Стоять! Руки за голову! Мальчики! Малыш, я здесь. Малыш, я здесь. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо. Спасибо, что согласились помочь. Спасибо вам, что вы мне дальше с этой правильной. Я ведь ничего не знала. В это сложно поверить, но я правда ничего не знала. Тихо, тихо, тихо. Что случилось? Что за истерика? Мы выпутались, расслабь булки, сестренка. Где второй ребенок? Какой второй ребенок? У тебя один здоровый сын. Нет, не здоровый. Пока Радик был похищен, он переохладился. Мы сделали УЗИ, у него прожжены почки. С каждым часом ситуация только ухудшается. Твою ж мать! Что делать? У второго ребенка здоровые почки. Он мне нужен. Как донор на запчасти? Да нет, пока... На время, пока мы выясним, какая ситуация с Радиком. Скажи, мне все достали! Ладно, готовь в палату, чтобы никто нос оттуда не сунул. Положите, пожалуйста, руки на стол. Ты виноват. Сейчас исправим. За носом не выяснишь. Может, ногти подстрижешь, да зубы почистишь. Маленькая птичка Тария. И рот свой закрой. Когда нашелся подброшенный младенец, вы сразу поняли, что случилось. Мария Лунько подменила детей. Мы достаточно ее заплатили. И вы позвонили по-ночевному. Больной ребенок в Ахаре Квама для клиники. Он потерял бы все свои вложения. Я не знал, как он будет решать эту проблему. Да вам было плевать. Лишь бы решил. Мария Лунько оставила свой прежний московский номер. Так вы ее отследили. Вы убили Лунько. Забрали Радамира. А Матвея спрятали в угнанной машине. Чем докажешь? Ну, чем-чем. Занос докажут. Вы были в латексных перчатках. Слишком тонких для грубой веревки. Иголки-пеньки порвали латекс и впились вам руки. А на ваших ботинках земля с места убийства. С вас сняты все обвинения. А Кирилл? Он пойдет как соучастник убийства и покушения на убийство малолетнего. А вы? А я забираю своих детей домой. Продаю клинику и постараюсь забыть все, что мы творили. Продаю клинику. Продаю клинику. Продаю клинику.